Семён уже лихо научился управлять квадрокоптером, но чтобы понять все возможности летательного аппарата, надо больше пространства. Мальчик же вынужден запускать игрушку в 13-метровой комнате. Хотелось что-то летательное, полетать, самолёты раньше всегда хотел, а теперь вот квадрокоптер. До 11 лет Семён рос обычным подвижным ребёнком. Занимался гимнастикой, играл в баскетбол, танцевал хип-хоп. Собирался поступать в Суворовское училище. Его периодически беспокоила боль в ноге, но он не обращал внимания. В апреле 2015 года мальчик оступился на улице. Резкая боль. Сначала поставили диагноз остеомелит, потом изменили на страшный саркома Юинга. Это одна из весьма агрессивных опухолей, которые, к сожалению, имеют не очень благоприятный прогноз. Но современные технологии хирургического лечения и последующего медикаментозного лечения, они всё-таки обеспечивают детям достаточно благоприятный уровень жизни. Чтобы бороться со смертельной болезнью, Семён с мамой переехали из Сызрани в Петербург. Вместе с опухолью врачи удалили 40 сантиметров кости ниже коленного сустава. Установили так называемый онкопротез. Параллельно была химиотерапия. 13 курсов. Это было очень страшно. Эти стоматиты, эти педенекрови, эти температуры под 40. Это не едят они. Неделями, наверное, не кушают. Сейчас уже 10 месяцев, как рак отступил. Ремиссия. Чтобы Семён не скучал, ведь его товарищи остались в Сызрани, а новых пока завести не удалось, мальчик не посещает школу. Мама даже согласилась купить собаку. Раньше гулял, когда вот до боли в ноге, всегда гулял вокруг дома, старался. Очень получалось. А сейчас не могу. Нога болит. Радость от завершённого сложного лечения была недолгой. В сентябре на больной ноге в области голени стали образовываться многочисленные свищи. Постоянно из этих свищей идёт отделяемое инфицированное. Их количество становится больше. И закрываются они временно. Хуже. Если раньше они могли поперевязываться и всё ушло, потом снова появлялось, то теперь это практически постоянно. Приходится часто принимать антибиотики. Раз в месяц-полтора ложиться в больницу на так называемую чистку. Делают её под общим наркозом. Выносят диагноз опять неутешительно, что это парапротезная инфекция. Что это свищи, связанные именно с самим протезом. Что вылечить их уже невозможно. Только радикальным методом удалять сам протез. Семёну можно помочь. В институте имени Альбрехта такой опыт есть. Необходимо удалить онкопротез и все поражённые мягкие ткани вокруг него. А потом поставить спейсер. Спейсер это некий заменитель, который представляет из себя комбинацию металла с цементом, в который уже введены антибиотики. И с помощью подобного спейсера можно благополучно, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, справиться с указанным наглоением. Сохранится и опорная функция ноги. Более того, она будет расти. Мальчик сможет нормально, без боли двигаться. Чтобы провести необходимую операцию сейчас, нужно чуть меньше 350 тысяч рублей. Сумма не очень большая, но Семён живёт с мамой вдвоём. И их доход – это только его пенсия и её пособия. Ждать бесплатной операции по квоте мальчик не может. Очередь подойдёт к концу года. Но врачи говорят, тогда ногу уже будет не спасти. А значит, не сбудется заветная мечта Семёна. Выздороветь, конечно, бегать. Ну и, конечно, к друзьям съездить. Всегда хотелось. Увидеть их, какие они стали за два года. Анастасия Ларионова, Александр Лагунин и Сергей Ларичев. Вести. Петербург. Да. Деньги до детей не дойдут.